здравствуйте дорогие зрители друзья и подписчики просто гости канала в сегодняшнем выпуске я хочу вам немножко показать и рассказать чем я занималась в первом полгода 2019 года дело в том что если вы смотрите мой канал то наверное помните что после новогодних праздников в 2019 году я не выставляла новые видеоролики почти полгода почему потому что я была занята очень интересным проектом я была занята готовкой сюрприза для вас как говорится заранее готовь сани чтобы успеть вовремя поэтому чтобы в 2020 году вам показать и удивить чем-то что-то такое интересное мне нужно было подготовиться почти за год прежде чем вам показать и демонстрировать но чем же я занималась я занималась подготовкой новогоднего подарка моим дорогим подписчикам и моим зрителям я занималась вышивкой очень интересного проекта и он только вышелся у меня очень удачно получился и оформился я не показывала никому эти работы ни с кем их не обсуждал по причине того что я просто боялась что у меня может что-то не получится но все получилось замечательно очень красиво плюс великолепное оформление и эти работы великолепно оформляли и дополняли мой интерьер на новогодние и рождественские праздники и каникулы я очень благодарна студии в пагетной мастерской пил пагет мастер которая оформляла мои работы я очень благодарна за прекрасное оформление за очень интересный день спасибо за надежную упаковку и вообще всей команде кто участвовал форме небольшое спасибо работы получились прекрасные они шикарно смотрятся в интерьере и вы конечно очень здорово дополнили мою вышитую работу спасибо вам большое и и сейчас я хочу показать все таки что же у меня было что же это было за проекты и что у меня получилось первое внимание хочу вам предоставить это две работы которые я объединила от дизайнера нора горбит это али и сами помимо того что здесь объединены и масштабированные работы сами схемы здесь также использованы и другие элементы от других дизайнеров веночек который вы видите был взят из серии найди нажит компании это маленькие работы мне понравился этот веночек я решила его использовать и откуда же гирлянда гирлянда гирлянду я использовала от тель гувернер из ее новогоднего сэмплера вот так вот выглядит обложка но я не использовала всю гирлянду по периметру использовала только часть вот что у меня получилось по-моему замечательно все смотрится а на верху здесь используется буква спон с этими и спон с эти я ее заменила на веночек мне кажется так получилось более заполнено и интересно здесь конечно также были дополнены снежинками все поле которые я тоже придумывала все снежинки сначала я вышивала кресту бэкстичем а потом уже подумала решила что было неплохо добавить бисер здесь в снежинках использовала более пяти оттенков бисера золото белое серебро бирюза и длинный банкл очень красивые получили снежинки здесь их три вида их тоже нужно было придумать получилось очень интересное и очень необычное конечно было довольно непросто заполнять поле потому что схемы как таковой не было я все вышивала так как мне надо шли в голову по моему получилось все очень симпатично вот так выглядит а алине нора корбит тоже схема была масштабирована очень сложно было выбрать из всего многообразия оленей которые у нее 12 и после долгих испытаний в выборе очень сложно было что-то выбрать конкретно потому что помимо этого нужно было учитывать разные нюансы как это будет сочетаться по оттенкам по цветам как эта работа будет интересно смотрится с целом с санями плюс ко всему после увеличения схем она тоже должна смотреться интересно поэтому конечно кое-где пришлось нести небольшие изменения но само смотрится очень красиво елочки я тоже взяла вот основной олень который я его использовала это называется помет и вот этот вот блиц я у него использовала елочки то есть видите я елочки взяла одного дизайнера алине и рамку со снежинками где я взяла вот отсюда санью с другой схемой идут поэтому мне кажется что объединение у меня получилось очень красиво все смотрится основу я использовала twilight blue 32 каунт все мои работы из этого триптиха из этого триптиха да 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 вышиты на одной основе я сначала вышла одну работу а потом когда я уже началась как-нибудь с другими я решила не менять основу и вышить все три работы и оформить в одном стиле в принципе так у меня и получилось ну вот первую работу вы видите смотрится конечно очень роскошно я вам сейчас не смогу близко показать эту работу потому что она очень большая в готовом виде вот эта работа метр десять на 90 сантиметров и она довольно тяжелая я не смогу ее держать на руках но у меня будет возможность показать эти работы в моем небольшом уголке дома где они висят вместе с одной из моих новогодних рождественских елок это видео будет следующее это вам маленький анонс поэтому у вас там будет возможность посмотреть эти работы поближе там у меня будет уже камера в руках я смогу поближе снимать эти работы а сейчас скажем так просто общий вид как и как выглядят эти работы немножечко вас подготовить чтобы вы понимали о чем будет дальнейший ролик готовая эта работа у меня получилось семьдесят пять на пятьдесят семь это самая зимой вышивки поэтому я конечно была лимитирована дальнейшими размерами вышивки других работ но в любом случае у меня все получилось все сложилось я хочу рассказать выделить огромное сказать спасибо натяжки белый пакет мастеру потому что у меня в других работах осталось очень маленькое расстояние для натяжки буквально полтора сантиметра с каждой стороны дело в том что у меня сама идея по наполнению работа уже пришла в процессе вышивки и конечно же оставалось очень много места для того чтобы мне запомнить эти работы я не я не хочу спорить с дизайнером с идеями мне просто захотелось немножко как-то оформить эти работы сделать их более заполненными и более интересными так сказать чтобы композиция в общем выглядела законченной потому что например какие-то элементы в дизайне мне кажется не совсем закончены да олени очень интересно сделаны например сани или например white санта мне кажется там что-то не хватает но мы сейчас посмотрим дальше что у меня получилось в любом случае работа получилась роскошная прекрасно вышитая рамка в плане елочек так как елочки тоже были масштабированные то конечно же появилось очень большие расстояние одинаковых цветов мне это тоже не понравилось поэтому я елочки разбила по цветам не только в вышивке а по цвету мурине и ниткам герон по трелес но также и по бисеру здесь у меня используются три разные цвета бисер крис маски великолепный коричневый бисер красно-розовая серединка который здорово сюда подошел и светлый салатовый бисер также хочу сказать что в плане вышивки работа оказалась довольно непростая в плане выбора я теперь конечно очень положительно отношусь к дизайнерам занимается разработкой схем боже сколько же много вариантов миллион вариантов которые могут получиться в результате подбора разных цветов и оттенок ниток плюс ко всему нужно учитывать обязательно как соседствуют близлежащие цвета потому что тоже они влияют друг на друга и дают другие оттенки мне чтобы вышить гирлянду которая бы точно близко подходила максимально к лентам и банду на олене мне пришлось вышивать 6-7 вариантов только одной ленты чтобы подобрать подходящие оттенки помимо того что схема отличалась от 3 гувернер по количеству цветов и количество цветов в санях и в олене мне пришлось в схему встраивать еще три дополнительных цвета и четвертое это кэрон красный оттенок который например не присутствовал например в олене но например есть в санях но при этом он еще также отсутствует в лентах тэй гувернер и в результате у меня могли ленты получиться то немножечко оранжевые то больше красные то более темные то более светлые и мне приходилось вышивать несколько вариантов и вышивать это именно с зеленью чтобы смотреть как оттенки потом будут играть друг с другом но по-моему у меня все получилось хорошо все смотрится есть конечно небольшие в цветах в оттенках но это очень небольшая разница главное что сама идея и концепт вытяжен все получилось и замечательно смотрится вот такая у меня получилась интересная работа также я в веночки добавила бисер я добавила французские узелки которые были схеме веночек 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 от Dimensions на бисер и добавила также красный бисер и конечно поменяла цвета самого бантика чтобы ленты по оттенкам тоже были похожи в общей композиции также я добавила бисер в ягодки тоже очень красиво смотрится и и конечно очень интересная получилась композиция сама по объединению ну работа в любом случае конечно была очень кропотливая но она была и интересная это конечно что-то для меня в плане работы с крестиками что-то новое но по-моему все очень здорово получилось конечно очень здорово оформлена вышивка роскошное совершенно оформление мне очень нравится весь покой цветок все смотрится единым целым конечно когда я работы отправила на оформление и первый кто увидел мои работы была Татьяна Кенти из Билл Багет Мастера и самый большой комплимент который для меня был таким знаковым что моя работа все-таки получилось удачно и все хорошо то что она сказала что настолько все смотрится цельно и гармонично как будто это все взято с одного дизайна я очень рада что такой человек с большим опытом который пропустил через себя такое большое количество вышитых работ сказал такие слова просто нагрели мою душу и еще больше придали надежды что да 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 все получилось все хорошо сейчас я поменяю эту вышивку эту работу композицию и покажу вам следующую работу работа конечно тяжелая пока видите пока не вот теперь смотрим следующая работа это работа white santa тоже от норы корбит вот такая красота конечно роскошная великолепно смотрится я тоже добавила гирлянду наверх елочки по низу и вот что получилось конечно здорово смотрится вот так вот выглядит буклет тоже на корбе поэтому конечно работа роскошная смотрится очень красиво замечательно оформлена стиль один и тот же так как работа все висят в одной комнате вышито тоже и вот такая вот интересная у меня получилась в армении и общий концепт точно также вышита рамочка гирлянда от и гувернер елочки из олени комет и роскошный санта конечно снежинки очень здорово дополняют очень здорово смотрится в интерьере и прекрасно прекрасно сочетается вместе с оленями и санями первую работу которую я вам показывала конечно тоже были разные идеи первоначально все очень интересно вам и смотрится все сочетается было довольно непросто здесь подобрать еще оттенки которые сочетались бы с елочкой которая красавица у нас большая основная и внизу но у меня все слава богу получилось оттенки все прекрасно сочетаются но самое главное что мне пришлось заранее придумывать весь концепт для нескольких работ так чтобы разные по цветам и оттенкам нитки все подходили к друг другу и как-то привлекались чтобы у них была единая связка но по-моему все очень здорово получилось у меня конечно здесь был уже лимит по гирлянде уже я не могла очень низко опускаться и высоко тоже нельзя было ну в общем я по-моему очень здорово выверила все пропорции смотрится очень красиво работа конечно роскошная масса вызывает восторгов и восторг саней я надеюсь вам тоже этот санта очень понравился скажем так это мой взгляд мой такой концепт как я это вижу очень надеюсь что он тоже понравится и конечно же оформление здорово дополняет эту работу конечно она очень роскошно смотрится тоже в интерьере сочетание с новогодней елкой все очень получается тематично и очень красиво смотрится вот такая вот у меня получилась санта прекрасная голубка у него на рукавичке в ладошке сидит вот такая вот красавица очень здорово смотрится очень люблю эту работу здесь очень много трежерсов ну все что у меня получилось по вышивке поближе я вам еще покажу сейчас я это поменяю работу и покажу вам третью работу тоже у нас получилась третья работа ну вот и наш лесной красавица лесной санта да 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 он у меня вышит он у меня закончен я вам показала небольшой процесс в ноябре в декабре месяце чтобы немножечко вас подготовить и эта работа уже вышита оформлена и уже украшала мои новогодние праздники вот что у меня получилось конечно я здесь внесла некоторые изменения небольшие но они есть я конечно добавила бисер в работу бисер присутствует в мантии синего цвета также я добавила оттенки ириса также есть у меня очень красивый бисер в посохе самое главное конечно то что я поменяла здесь основу и мне кажется даже тот же самый просох санты смотрится более эффектно и более ярко более выразительно также я добавила бисер в астралист красные ягодки и немножечко добавила снежинок уже непосредственно по пощу самого санты работа конечно очень красивые здесь было довольно непросто писать елочки вниз по причине того что здесь есть выступающие элементы от мантии от плаща санты поэтому я выбрала самую высокую часть и просто ее здесь распределила посередине а чуть поменьше елочки по высоте я уже выбирала и вышивала так чтобы не забивать рисунок и чтобы красивые кончики плаща санты не налегали на макушке его так смотрится работа очень красиво в снежинку в рукавичку я тоже добавила бисер работа конечно получилась роскошная вызывает тоже массу интереса очень красиво смотрится ну а если смотреть в полное объединение с тема работами то у меня получился роскошный новогодний трептих до работы конечно это заняло много времени потому что была большая сложность именно в плане выбора мне приходилось много пробовать делать пробных вышивок и уже выбирать что-то менять свои решения какие-то уже на ходу и это все требует конечно времени но в любом случае у меня получились совершенно индивидуальные работы неповторимые и очень красиво смотрится просто роскошно я очень надеюсь что вам это все понравилось вам понравился мой такой новогодний сюрприз для вас я очень старалась я надеюсь что это немножечко вам раскроет ваш горизонт представление о работе с вышивкой что можно оказывается объединить разных дизайнеров использовать различные элементы и попробовать немножечко поиграть с тем что нам предлагает дизайнер схем и чтобы получить в итоге мне кажется что у меня все получилось я очень рада что я решилась на этот довольно непростой проект у меня все получилось еще раз хочу сказать большое спасибо биопагет мастеру за прекрасное оформление за очень быстро доставку пересылку все доходит все вовремя и все безопасно я очень рада что все у нас получается что мы друг друга понимаем и получаются вот такие вот красивые работы я очень рада что мы друг друга нашли что мы понимаем друг друга с по услугам и вы чувствуете мои работы мы выше спасибо вам большое и огромное спасибо всей команде ну вот мои дорогие зрители я надеюсь что вам все понравилось напишите ваши отзывы не очень интересно что вы об этом думаете конечно было мне не просто по размерам уместиться так чтобы все эти разные абсолютно по размерам дизайны все-таки получились единым целым получились одного размера но у меня все вышло забыла вам сказать что работа вот этих двух сант они у меня одинаковые по высоте как олень и санта олень и сань но только они у меня чуть поуже у меня высота получается высота еще на 57-45 то есть как раз работа получается одинаково по высоте но они чуть уже эти работы висят на разных стенках сейчас но они в одном помещении ну вот мои хорошие я надеюсь вам все понравилось пишите свои отзывы комментарии я надеюсь что вам понравился мой новой сюрприз не ждите моего следующего выпуска где я уже вам поближе покажу свою уформленную елочку и как эти работы смотрятся в интерьере всех благодарю за внимание до свидания